Добрый вечер! Также вспомним положение команд по итогам прошлого года. Если кто-то забыл, Батте у нас в очередной раз стал чемпионом, Шахтер на втором месте, Минска Динамо на третьем. Ну и вот, собственно, список команд, о которых пойдет речь сегодня. Неман, Торпедо, Белас и Гомель. В нижней части турнирной таблицы мы попрощались с Мозырьской славой, поприветствовали футбольный клуб «Слуск», равно как и во вторник и в среду уже поговорили о всех остальных участниках. Меня зовут Николай Ходосевич, сегодня в студии футбольный эксперт нашей программы Людус Румбутис и футбольный обозреватель газеты «Призболл» Сергей Кайко. Рад вас приветствовать. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, давайте без, скажем, раскачки приступим к обсуждению команд. Вот-вот стартует чемпионат Беларуси. Предлагаю начать с Гомеля. Команда неоднозначная и по прошлому сезону, и даже, наверное, по нынешнему межсезонью. Трансферы клуба «Гомель», вашему вниманию, обратимся к потерям и приобретениям. Их было очень много, равно как и в прошлом году. Ну, во-первых, отметим, что Филипп Рузик уехал из чемпионата Беларуси. Может быть, нам станет немножко грустнее после этого, но пожелаем удачи этому футболисту, который, кстати, вот еще и вроде собирается стать гражданином Казахстана. На второе место мы поставили отъезд Михаила Афанасьева по тому же адресу. По крайней мере, и тот, и другой, и вторую часть сезона за Гомель играли стабильно, исправно. И, возможно, их также не будет хватать клубу с берегов Сожа. Но на первую позицию поставили единственный знаменитый трансфер в этом году. Это Александр Корницкий. Его блестящий гол прямо сейчас мы увидим на экранах. Он отправился на повышение в Борисовской Бате, как это ранее случилось с семьей Алексеевичем. Коллеги, немножко вашего мнения о того, потерял ли Гомель и что? Кто именно потерял, в частности, наверное, Корницкого только можем отметить, да? Ну, в принципе, это да. Я не думаю, что Гомель сильно ослаб, потому что у них подписная компания, как ты правильно сказал, до передачи еще самая, наверное, внушительная. Они подписали 12 человек. И если Рудик ушел, то, допустим, в этой позиции его, я считаю, что не слабее сыграет в этой позиции Сиваков, допустим. Ушел Афанасьев, они взяли, по-моему, Боченко, да, Боченко пришел, да, Трубило. У них очень неплохая трансферная компания проведена. Но другое дело скажу, что как-то они дерганно вот это проводили. То Лесовой подписан, то он уже, что называется, в отъезде, что называется, в свободе, с чемоданом на выход, что называется. Ну, как-то так определить было сложно, почему вот это происходило. Ну, время покажет все, конечно. Но они, скажу, что вот по именам они должны прибавить. Ну, пока я прокомментирую картинку. Виталий Трубило пришел из Минского Динамо. Все свободные агенты, понятно. Михаил Сиваков, которому вы сказали только что был на наших экранах. Павел Ситко, хорошее превречение из Солигорского шахтера. Мы знаем, что игрок здорово проводит стартовые отрезки. По крайней мере, так было в прошлом году. Дмитрий Комаровский вернулся. Вот это очень хороший трансфер, я считаю, для Гомеля, потому что статистика, которая была у Комаровского шахтера, вполне вероятна, если уже Дмитрий определился, что будет играть в Беларуси, да, он может, опять же, Гомелю существенным образом помочь. И на первое место мы поставили переход Евгения Савостянова из Немана, который показал в прошлом году, насколько он важен для команды из Гродно был. И это в центре поля решение всех проблем после ухода карминского. В принципе-то да, Женя Савостянов, он универсальный игрок. У меня в Гродно начинал вообще как защитник. Полузащитников сделали защитником и опорного, и крайнего полузащитника можешь сыграть, и крайнего защитника. То есть для тренера это, конечно, приобретение. Но сейчас вот последние игры он даже вот в кубке, он выходил на замену. Немножко травмирован он был по этому. Да, скажу, но это человек, который хорошо сделал черновую работу с Авостяновым. А на то, чтобы вот, скажем, приносить результат, ну, даст Бог, он будет прогрессировать дальше. Но там и созидателей хватает. Сергей, включайся в беседу, и давайте смотреть то, что случилось с Гомелем в первом официальном матче этого сезона, стадии 1-4 финала, и вот неожиданное поражение от Днепра. Если ты, ну, Сергей, ты, я знаю, следишь за Гомелем, во-первых, да, и, наверное, можешь прокомментировать, что же здесь с Гомелем произошло. Мне кажется, старая болезнь проявляется у Гомеля. У них в комплектовании есть явный, в принципе, похвальный крен в сторону атаки. Группа атаки, я не думаю, что намного слабее БАТе, даже группы атаки. Но в оборону нужно отлаживать, это, в принципе, самая фундаментальная линия, которая, в общем, где надежность добивается через практику, а у них пришли новые люди, и центр защиты будут, по крайней мере, в будущем определять два украинца, от этого он будет много зависеть. Ну, и, видимо, оборона пока еще не отлажена, и поэтому и поражение. Ну, вот здесь мы могли заметить, что Климович играл с первых минут. Мы знаем, что в Гомеле происходит какая-то непонятная даже достаточно чехарда с вратарями на протяжении второго года, после того, как Гомель возглавил бывший вратарь. И вот в этом межсезонье, опять же, и Николай Романюк, и тот же Климович пришли, да, доверили место. Вот гол, первый гол, это вратаря, гол чистый. Да, 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 то есть здесь тоже вратарский тело продолжается. Техничный вратарь – это беда для команды. Вынеси этот мяч, что называется, чтобы его искали там рядом с автобусной остановкой, правильно? Да. Вот и все, и играй дальше спокойно. Нет, вот желание захлестывать. Это называется как сапожник без сапог. Очень с точку. Посмотрим предположительно оптимальный состав Гомеля на этот сезон, чтобы наглядно, так графически убедиться, каким потенциалом обладает команда Алексея Меркулова. Здесь, конечно же, добавится Матвенко, когда выздоровеет после травмы. Ну, и мы видим, что из тех трансферов, которые мы перечисляли, в основном составе, скорее всего, сыграет украинец Невмывака. Ну, это много. Вот если вот так смотреть, графически это пять человек меняется. Ну, как бы, многовато. Но здесь нет ни одного человека, которого мы не знаем. Кроме Невмывака. Он не в Мывака, как его фамилия не втяжет. Да. Но он пришел с хорошей командой, с высшей лиги Украины. Поэтому я не думаю, что Гомеля слаб. Я вот придерживаюсь своего мнения. Гомель в этом году попортит многим кровь. Правильно Сергей сказал, что в оборону надо наладить. Потому что, ну, действительно. Мне кажется, что Гомель сильнее стал. Потому что в этом году, кого в составе нет, там либо бывший сборник, либо нынешний, либо как минимум молодежная сборная. И тут же Невмывака, кстати, он играл в молодежной сборной Украины. И становился чемпионом Европы, по-моему. Да, но мы видим, что защиту тоже комплектовали в этом межсезонье. В Гомеле, понимая проблемы с прошлого года, мы об этих проблемах и вообще о том, что происходило с Гомелем, год назад еще чуточку позже поговорим. Пока давайте послушаем главного тренера клуба «Сберегов Сожи» Алексея Меркулова. Провели 8 спаррингов, поработали над тактикой, физическими кондициями. Мы просмотрели новичков, поняли возможности игроков, которые находятся в нашем распоряжении. Поэтому в целом подготовкой команды и ее состоянием перед чемпионатом или вообще в целом перед сезоном я доволен. В том межсезонье было гораздо сложнее в том плане, что практически нужно было создавать команду с нуля. В этом году тоже много игроков. Тем не менее, многие стилеобразующие игроки остались с прошлого сезона. Поэтому в этом сезоне гораздо проще. Плюс появился определенный опыт. Изначально с Лесовым и Скандратьевым мы договаривались, что по итогам первым сбором я приму окончательное решение по этим игрокам с точки зрения целесообразности нахождения их в нашей команде. Ну, как бы, несмотря на то, что игроки, как бы, вроде и неплохо себя проявили на первом сборе, но я посчитал, что в нашей команде есть игроки сильнее их. Игровой рисунок зависит от многих факторов. Прежде всего, играем мы дома или на выезде, какого уровня соперник, в каком состоянии мы сами. Ну, естественно, каков бы ни был игровой рисунок, в каждой игре нужно стремиться к победе. Это самое главное. Я анализировал стартовый отрезок календаря, но могу сказать, что в марте-апреле все команды, в принципе, равны. И здесь кого-то делить на фаворитов и аутсайдеров или делить команды на слабые и сильные просто не имеет смысла. Потому что, еще раз говорю, что команды входят в сезон, и примерно после 7-8 туров только станет ясно, кто на что способен. Я не люблю говорить о каких-то задачах. Я скажу так, что наша задача – стараться добиваться победы в каждом матче. Если это будет происходить, то я думаю, что и в целом с задачами все будет нормально. Сергей, ты уже сказал о том, что у Гомеля была главная проблема, надо было комплектовать защиту. Давай вспомним прошлый год, команда завершила на 6-м месте, тоже был неплохой подбор исполнителей. Еще какие-то трудности ты увидел, с которыми столкнулась и Меркула, в частности, и вообще в целом команда. Почему не показал результат, который, в общем-то, ждали болельщики? Может быть, даже мы ждали отчасти. Ну, мы видели, как Гомель может играть, когда он побеждал Батэ, например. И мы видели совершенно невзрачные матчи, когда он проигрывал команде с нижней половиной. То есть команде не хватило стабильности, с чем-то можно связывать. Да очень много факторов, наверное, включая то, что и главный тренер дебютировал всего лишь. Это первый год для тренера очень мало, наверное, примеров, когда тренер берет и с первого захода выдает сезон на ура. Поэтому много, много факторов. Команда была новая, им сыграться надо. Поэтому там был курс еще и на молодежь. Молодежи доверяли. Когда-то Янченко тут же играл хорошо, когда-то его не было видно. Поэтому первый сезон, он был притирочный. То, что единственное, осадок остался от второго этапа, когда команда зависла там на шестом месте, как мертвый груз. А последнее впечатление, ну, запоминается сильнее всего. Леонид Иванович, я не знаю, корректно вам говорить или нет, но хотелось бы услышать вашу оценку Гомеля с точки зрения игры и с точки зрения работы, по большому счету, молодого наставника нашей высшей лиги Алексея Меркуло. Ну, знаете, есть такой, скажем так, синдром второго года главного тренера. Посмотрим, как у него получится. В принципе, он такой любознательный молодой человек, старается, но развивается, видно. Но я скажу, что, конечно, вот его подкосило то, что, правильно Сергей сказал, прошлогодние вот этих пять домашних поражений, именно домашних, домашних. И вот это сейчас от Днепра шестое получается. Да, команда сильнее стала по игрокам, но посмотрим, как она будет играть. Я посмотрел вот эти игры, значит, которые они, ну, результаты игр, которые они играли в межсезонье, они, конечно, не впечатляют. Они проигрывали команде четвертой лиги Германии, там, Корцейсу, там, еще, Айнтрохту, по-моему, каком. Вот, но 4 из 10 игр, 4 игры сыграли на ноль. То есть какие-то подвижки уже идут. Это уже довольно-таки неплохой результат. Ну, и уровень соперников, конечно, не тот, который, допустим, как Динамо Минский играл, Батетом или что-то, но... Все равно они отработали свое, как тренер говорит, он всем доволен. Ну, всем доволен, можно сказать, что, знаете, до конца сезона, когда тебя вызывают на награждение, ты можешь сказать, я доволен. А сейчас, ну... Это промежуточное состояние предстартовое, но в одном он прав. Первых 5-6 туров все равны, правильно, потому что вот весенний футбол, весенние поля, и с кем играть, без разницы. Здесь будет решать, вспомните, в прошлом году Днепр, Батет, Днепр, Динамо, Минск. На лужах, на лужайке играть, конечно, все равно. Я уточню, что, чтобы не было недоразумений, интервью с Алексеем Меркуловым мы писали до кубкового матча, поэтому он оценивал свое настроение накануне всего сезона. Предлагаю послушать, что думают накануне этого старта Геннадий Близнек и Павел Кирильчик, после чего мы подведем такой итог, поговорим как раз-таки о Гомеле, может быть, по дистанции. Это, честно говоря, межсезонье как очередное. У нас опять строится новая команда, опять все, с чистого листа осталось 4 человека. Ну, я считаю, поработали хорошо. Ну, и будущее смотрю с оптимизмом. Естественно, по футболистам, по подбору исполнителей, наверное, отличается. И прилично отличается. На процентов 50, наверное, обновился состав. Посмотрим, как это скажется на игре. В какую сторону. В лучшую. Ну, хотелось бы верить, что в лучшую, конечно. Все ребята пришли, все игровые, все нормальные. Поэтому микроклимат хороший, как бы, все нормально. Нет никаких негативных моментов. Наверное, не бывает побед, если не бежать в атаку. Если, да, там два тайма обороняться. Все-таки все к этому стремятся. Все хотят забить гол. Ну, и не стоит забывать, что команда играет, как позволяет соперник. Такая важная причина. Ну, я считаю. Ну, и, наверное, как сами. Какую тактику выбираем на определенную игру. И против какого соперника играем. За Большиной следим, как она играла на сборах. Но непосредственно перед матчем очень разберем ее конкретно. Там тоже новая команда. Там все новое. То есть, как бы, можно так сказать, что первая игра будет... Что они нас не сильно знают, что мы их будет вкатывание. Сезон покажет. Ну, а так, наверное, выходить в каждой игре, отдаваться и играть. Ну, наверное, для болельщиков в первую очередь. Ну, и с одной мыслью, наверное, положительный результат. В первом туре Гомель действительно принимает Белшину. Такой стартовый отрезок. Предстоит провести команде Алексея Меркулова. Затем предстоит визит в Брест. Опять же, очень любопытная встреча третьего тура с Батэ. Наведается к новичку лиги в Слуцке или в Солигорск. Я не знаю, к тому моменту, где Слуцк будет проводить домашние матчи. Ну, и опять же, противостояние с Минским Динамо. Ответьте мне на один вопрос. Коли же мы здесь разогреваемся и смотрим на весь сезон. Гомель наверняка собирается побороться за тройку. Сможет это сделать или нет? И есть для этого основания? Или все-таки есть больше сомнений? Я думаю, Гомель поборется за тройку в одном случае, если не будет травм у ведущих игроков. Матвеенко, Близнюка. Вспомните в прошлом году. Очень здорово начал играть Жуковский. И травма как раз на стыке вот этих делений. И все, у Гомеля вот этот весь запал, вся энергетика в атаке, она просто пропала. Почему? Как итог, пять поражений дома. И если Гомель пройдет без травм, я думаю, что они реально в состоянии где-то побороться за призы. Да, но это как Бог положит. Сергей, какие опасности Гомель прожидают? Ну, у меня нет сомнений, что команда будет в первой шестерке. Это естественно. Но и хуже, чем в прошлом году, она в первой шестерке не сыграет на втором этапе. Вопрос, насколько она прибавит. Ну, мне кажется, что за тройку она, конечно, может побороться. Но при условии, что она будет сбалансирована и в обороне, и в атаке, и в опорной зоне. В принципе, исполнители для этого есть. Важно как-то настроить совсем на одну волну, в том числе и психологическую, и тактическую, и прочее. Ну, я думаю, что еще тоже надо говориться. Для более детального анализа один поединок против Днепра не показатель абсолютно. Надо присмотреться в чемпионате по стартовым турам. Мы увидим, что матчи соперника Гомелю будут очень интересные. Да, уже стартовый отрезок попадаются. Я скажу, что тут зависит от того, какой стратегии подготовки выбрал тренер. Например, или подготовка к конкретным этим кубковым матчам и попробовать попасть в Европу. Или, значит, как бы это несет кубковый матч как бы средства для подготовки к чемпионату. Ну, это уже каждый тренер решает для себя. Но то, что они сыграли и проиграли, конечно, это плохо. Я крамольную мысль выскажу. Вот они вылетели из кубка, нужно, во всем, хорошее находить. Но сейчас зато у них будут руки развязаны. И все конкуренты, ну не все четыре, с большой вероятностью Неман будут играть в Еврокубках летом. В принципе, на этом можно нагреть руки. В этом тоже, да, есть свой резон. Давайте послушаем. У нас есть еще записанное мнение относительно перспектив Гомеля. После чего будем говорить уже о Жодзинском торпедо. Ну, видите, Гомель сейчас, ну, у них всегда была хорошая атака. В прошлом году она была одна из самых сильных. Единственное, у Гомеля проблемы были в обороне. Сейчас они заметно усилились, поэтому тоже они составят конкуренцию ведущим командам. Гомель, честно, удивил меня по трансферной политике, по именам, по ребятам, которые собрались, то команда хорошая собралась. Как сумеет сработать тренер и тренерский штаб, наверное, в первую очередь, от этого будет очень много зависеть. Ну, что ж, идем далее. Жодзинская торпеда также интригует. Команда не участвовала в розыгрыше Кубка Беларуси и готовится к своему первому матчу. Давайте посмотрим, какие изменения кадровые произошли в составе дружины Игоря Кривушенко. Во-первых, потери. Мы поставили на третье место Паскаль Минди, который проводил неплохо часть сезона и в центре работал на разрушение, как мы привыкли его видеть в белорусском чемпионате. Затем, среди прочих вариантов, назовем уход Алексея Сучкова. Так или иначе, это квалифицированный исполнитель по белорусским меркам. И, в общем, тоже достаточно может сказаться. И на первое место мы поставили Анри Хагуша, правозащитник, который, наверное, добавлял агрессии коллективу, который добавлял такого вот, может быть, духа. И он тоже отправился, вернее, вернулся в Борисовский Батэ, где наверняка тоже пригодится в свете там изменений в Борисовской команде. Давайте сразу посмотрим, кто пришел. Потери эти были компенсированы, причем достаточно легко. Во-первых, Юрий Коломытец из «Шахтера». Это игрок фланга, игрок бровки, у которого хороший удар со стандарта, который здорово делает кроссы штрафную. Он показал это все в «Серегорском шахтере». И, я думаю, на возраст тоже мы обратим внимание. Это еще и опыт дополнительный. На втором месте Сергей Сосновский. Все вышеперечисленные характеристики. И к этому защитнику бывшему Минска подходят. Ну, а на первое место мы ставим, не всяких сомнений, Артема Концевого, который соскутился в Борисове по большому футболу и который не собирается завершать карьеру. И зачем это, собственно говоря, делать? Вот он, я думаю, что у Жодина тот самый страйкер, на которого тоже, наверное, болельщики рассчитывают. Вот так вот мы пробежались. Мы выделили по три потери, три приобретения. Если есть кому добавить, на кого обратить внимание, то рассказывайте, господа. Я скажу, что Бурков в свое время очень здорово смотрелся. Динамо Брест. Он такой защитник-вингер, который здорово его позволяло. И он по уму умеет играть и подключаться. И с неплохой передачей. Вот я думаю, что они его взяли вместо Козлова, который в этой позиции играл. Но в прошлом году вообще себя никак не показал. Но Сосновский, видите, какая травма. Притом приличная, насколько я могу судить. И как бы навряд ли он скоро в этом сезоне им поможет. Ну а Хагуш ушел. Ну он же в прошлом году практически очень мало играл травмам на начале. У него тоже была очень серьезная. Да, очень серьезные. Кресты были, очень серьезные травмы. Потому что он был, что он не был, навряд ли кто-то там уже заметил. Потому что эта травма, она очень серьезная была. Это говорит к тому, что в плюс сработали в Жодино во всех отношениях. Где-то потери, а не такие, которые команда может легко перенести. А приобретение тоже значимое. Да, я скажу, что приобретение сделано в сторону той же атаки. В прошлом году торпеда Жодино очень много игр дома проигрывала. Когда закрывался соперник, то есть Слава Глеб, я уже говорил, что он мне как игрок нравится, но Слава Глеб это человек настроения. Он один может порвать сборную Франции, а потом приедет Смолевич или кто-то, его не найдешь. Было на поле или нет. И вот они концевого взяли, который своей настырнили с такой вот агрессией, хорошей, наглой агрессией в атаке. Я думаю, что он придаст вот этой атакующего порыва такого. Я думаю, что торпеда Жодино в этом году уже не будет такой лакомый кусочек в Жодино, именно Жодино. В прошлом году они, по-моему, 7 игр проиграли дома. Это за предел. Это за предел. И с такими показателями они попали еще в первую шестерку. Сергей, можно ли сказать о том, что Жодино среди, может, даже многих команд, которые комплектовались, перемены в составе, сохранили все самое лучшее и существенно сделали шаг вперед? Не знаю, насколько существенно шаг вперед, но то, что они сохранились лучше, это точно. Потому что даже те три потери, которые ты перечислил, Минди, Сучков и Хагуш, Леонид Иванович правильно сказал, что Хагуш играл мало, а Минди и Сучков эти расставания инициировал клуб. Я бы еще одну мы здесь отметил, мы говорили, что Концевой пришел. Я бы очень хотел увидеть, как играет вместе снова Концевой и Слава Глеб, которые когда-то в МТЗ Рюкова в атаке очень преуспевали. В те времена мы тоже помним, да, действительно, тоже будет любопытно понаблюдать. Давайте посмотрим на предположительный стартовый состав. Ну, вот Сосновский действительно здесь под большим вопросом. Тем не менее, Бурко мы можем поставить на правую флангу. У Игоря Кривушенко есть очень хороший выбор исполнителя, это самое главное, и скамейка запасных, которая по длинной дистанции решает очень-очень многое, тому свидетельство Солигорский шахтер в прошлом году, когда самим скамейки как раз таки не хватило. Но мне кажется, что нам... Представить надо скамейку. Да. Нашим белорусским клубам у многих не хватает вот этого запаса прочности кадрового, да, что мешает выступать на дистанции. Травмы, травмы, травмы. Нет, а это в чем вопрос? Финансовый? Или кадровый? Так кадры это финансы. Если есть финансы, значит, ты можешь себе позволить пригласить кого-то. Нет финансов, значит, ты пытаешься взять того, кого ты можешь. Вот и все. В этом году я вижу, что Торпеда Жодина, ну, как бы в состоянии играть на пару, на два фронта. В состоянии оно играть. Кстати, обратите внимание, оборона очень возрастная всем, только за 30. Ну, недалеко, но, по крайней мере, за 30. Если поставить только Бурко в основу... Я скажу, что оборона цементирует, опыт цементирует это. Я не говорю, что это плохо. Вы забыли самое главное, что Бурко не только хороший игрок, он еще и служил. Да. Причем, не отвлекаясь от футбола. Кстати, я скажу, так же служил, когда Ваня Денисеевич в части приходил, и днем играл, и опять возвращался. Это было потешно. Давайте послушаем, что думает по поводу скорого старта Игорь Крюшенко, главный тренер Торпеда БелАЗ. В общем-то, то, что наметили по работе, по направленности, по спаррингам, считаю, выполнили. И погода на турецких сборах была для работы очень хорошая. Единственное, на первом сборе здесь был мороз сильноватый, вот, в Жодино. Ну, в общем-то, все выдержали, простудных заболеваний не было. Поэтому подготовительный период практически прошли все в полном объеме. Были небольшие травмы, но тоже они на длительный срок никого не выбивали из строя. Вот, поэтому, в общем, проделанная работа и доволен. Подойти в оптимальном состоянии к началу чемпионата, вот, чтобы не было спадов в процессе чемпионата. То же самое, то есть вот это основные цели. Ну, и, наверное, у нас много возрастных ребят. Опять же, момент, чтобы никого не перегрузить в плане, вот, физических нагрузок. Именно то же самое, к старту чемпионата, чтобы было свежесть. Ну, мы никого не покупали. На это у нас просто нет средств. Вот, ну, по крайней мере, с ребятами, с кем общались, кого приглашали. Это все свободные агенты. В общем-то, думаю, что все это пойдет нам в плюс. Всегда начинается чемпионат. И спрашивают, чем он будет отличаться от предыдущего. Ну, всегда ждешь, наверное, более острой борьбы. На всех этажах таблицы. Вот, оно бывает. Там, первый игр 10 идет, а потом, как бы, начинается расслоение. Это всегда так. Вот, ну, хочется, чтобы постоянно была плотная игрубка, и чтобы каждая игра была напряженная и практически решающая. Вот, кстати, для Игоря Кривушенко во главе Жудзинского торпедо это тоже второй сезон в команде. Но отличие по сравнению с Гомелем и Алексеем Меркулом, я думаю, что значимое, да, в этой ситуации, похоже. Так, Игорь Кривушенко уже сколько лет работает главным тренером. И при том работал же и в России, и в высшей линии, и в премьер-лиге, и все, он и Батэ, и чемпионом Белоруссии становился. Поэтому тут сравнивать пока, наверное, не совсем корректно. Действительно так. Посмотрим стартовый отрезок чемпионата для Жудзинского торпедо. От этого тоже, наверное, очень много зависит. Людусилович, как начинаешь сезон, так и затем его проводишь, да, в эмоциональном плане прежде всего. Здесь выезд гостя к Нафтану, который все-таки первый тур проведет в Витебске. Затем принимают Белшину, опять же визит в Могилево-Гнепру, дома Преска и Динамо, и погостят в Гродно. Я скажу, после пяти туров торпедо Белоруссии при хорошей игре в атаке могут быть на первом месте. Ну, так? Согласен, да? Нафтан, ну, я думаю, не в обиду никому и соперника сказать, но Нафтан, они сильнее, определенно сильнее. Здесь Белшина они принимают дома. Днепр, ну, скажем так, Динамо-Брест тоже в этом году чемпион в межсезонье, но, по-моему, только одну игру сыграли. Смотрел, ты не играешь. Да, одну игру сыграли с командой высшей лиги, поэтому это еще так. Ну, и отрезок стартовый действительно хорош, потому что всего лишь один представитель из верхней шестерки. И то в пятом туре это Гроднинский Неман, который, опять же, в кубке будет задействован. И о Немане мы будем говорить чуточку позже. Сергей, что думаешь по Жодину? Ну, у меня, честно говоря, хорошее предчувствие относительно Жодина, потому что Игорь Николаевич опытный тренер. Он, можно сказать, турческому расцвете, он 50 лет. Состав сохранял лучшее, как мы говорили. И есть сбалансированные линии. Вроде бы, как команда не настолько яркая по именам, как тот же Гомель, но она более сбалансирована. Ну, и заканчивая разговор о Жодинском торпедах, мы хотим предложить вам вот такую цитату. Она прозвучала из уст Игоря Крюшенко в интервью официальному сайту. Мы с Михаилом Евгеньевичем, имеется в виду Клус, за свой базар ответим. Усы остаются в силе, ребята плюс, пусть ответят достойной игрой. Это такое обещание, данное на старте сезона того года. Если Жодина попадет на пьедестал, то и Игорь Крюшенко, и Михаил Клус свои усы изброят осенью. Может быть, и увидим это. Ну, отпразднуем тогда. Это уж точно. Двигаемся дальше. Неман у нас на очереди. И давайте посмотрим, как зимовали в Гродно. С кем расставались, кого приобретали. Здесь на третье место мы поставили отъезд Ги Исамы, который очень здорово провел вторую часть чемпионата. Очень здорово Неману помог после травмы Ивана Денисеевича. Забил очень важные мячи противостояния из Батэ и с Минским Динамо. И помог, собственно говоря, Неману забрать его четвертое место. На втором месте, опять же, появившийся в Гомеле Евгений Савастьянов. Это тоже такая потеря. Как-то не смогли его удержать, пока происходила там в Гродно смена руководства. Все это происходило в конце года. Вот Евгений Савастьянов решил отправиться в Гомель. Ну, а на первую позицию мы ставим потерю основного голкипера Сергея Черника, воспитанника клуба. И отдельной строкой подчеркнем, что Сергей Черник ушел бесплатно из команды. Что, наверное, не совсем здорово, когда такого уровня вырастает голкипер. Из-за него, конечно, хотелось бы Неману получить компенсацию. Но вот закончился контракт. Кто пришел? Игорь Тарасов. Мы его ставим на третье место в связи с кубковыми событиями, о которых поговорим чуточку позже. Вот его, собственно говоря, победный мяч в ворота Бате. Забегая вперед, демонстрируем. На второе место поставим везение. И везение, я имею в виду, в трансферной кампании отчасти, наверное. Андрей Хачатурян из Сальгорского шахтера так не сумел нигде найти вариант, приемлемый за пределами Беларуси. Он будет выступать в составе Немана. И это хорошее поспорье в центр поля на смену Савастьянова. Ну, а на первую позицию поставим возвращение. Александр Сулима полностью компенсирует, я думаю, потерю основного галкипера Сергея Черника. Так что и Неман провел в межсезонье весьма-весьма неплохо. Может быть в ноль сработал, а может быть и в плюс. Ну, сезон покажет. Я думаю, что Неман не должен стать слабее, чем прошлый сезон. Почему? Потому что тот же Саша Сулима пришел, он действительно профессионал до мозга костей, он лидер по духу. Он просто там спустя рукава играть, тренироваться тем паче играть, он никому не позволит. Это лидер не только на поле, это лидер в раздевалке. И очень сильный поспорье для Сергея Витальевича. Я думаю, что они этим приобрели. Дело в том, что почему ушел, скажем, я так могу предположить, Савастьянов. И в прошлом году, и позапрошлом еще вспомните, ушел оттуда. Здорово уже играл Сучков тогда. Там были свои взаимоотношения с руководством клуба, тем руководством клуба, который был. Потому что там просто, видимо, пошли на принципы какие-то. И я не думаю, что Женя Савастьянов доволен, что он ушел. Все-таки жить дома хорошо. Да, он там, наверное, будет играть, но он не Гродно играл. Давайте посмотрим, что Неман уже подарил нам и своим болельщикам в этом сезоне. Команда принимала на своем стадионе Борисовский Бате в рамках 1-4 финала Кубка Беларуси. Очень интересное противостояние, которое закончилось дополнительным временем. И победой хозяев, победой подопечный Сергея Солодовникова. Все эти голевые моменты и забитые мячи вы увидите. Ну, а я у Сергея спрошу, да? Вот эта характеристика чего? Того, что Неман остается прежним? Неман продолжил эту серию удачных поединков против Бате? Или это все продолжение Бате, который здесь, наверное, не сыграл так, как от него ожидают? Уже во втором матче с учетом Суперкубка Беларуси. Ну, то, что Неман трижды подряд обыграл Бате на своем поле, это уже что-то личное, как мне кажется. Наверное, в каком-то смысле и удобная команда Бате, как ни странно, это может быть прозвучит. А что мне нравится в Немане, это то, что очень много футболистов, приходя в эту команду и воспитываясь в этой команде, они прибавляют. Потому что даже пробежаться по составу, тоже с Садовничьими, я по большому счету до Гродно его не помню. А сегодня это основной защитник. Я зато его хорошо помню. Тот же Легчилин два года там или полтора лечился после травмы, сейчас он обещает заменить Севастьянова. Тот же Витус немножко после МТЗ был спад, у него сейчас новое дыхание. Как и второе дыхание сейчас у Денисеевича. Как второе дыхание у Егора Зубовича, который зачакал по Новоколскому нафтане и вот продолжил здесь. Есть мнение, что работа тренера оценивается тем, как ее футболисты растут. Вот в Гродно они растут, очевидно. Еще неоднократно отмечается, что с приходом Сергея Солодовникова, во-первых, как-то поступательно команда движется вперед. Мы это, подводя итоги, обозначали в прошлом сезоне. Здесь на наших экранах Батте сравнивают счет с пенальти. Фол действительно был. Ну и второй момент. В Гродно очень тяжело играть, потому что, может быть, за счет местного тренерского штаба, Лиду Солодович, вам виднее, или там просто такая аура, атмосфера. Но вот этот дух коллектива не позволяет выходить на свое поле спустя рукава или вообще расслабиться. Я скажу, почему Неман обыгрывает такие команды, как Батте, Динамо, Миндзе. Это команда настроя. Это команда адреналин. Это команда, которая на такие игры не надо настраивать. Наоборот, их надо успокаивать. Я работал в Гродно, я знаю, что такое Ваня Денисеевич, я знаю, что такое Иван Садовнич, что такое Равнейка. Это просто суперпрофессионалы в этом плане, когда выходишь ты играть дома. Это вот правильно в прошлом году сказали. Завтра будет война, когда у них игра была с Батте, Яблон или кто-то там сказал. Завтра у нас война. А эта игра завтра, война, это игра с Батте. Вот такой подход у них. Давайте посмотрим на предполагаемый оптимальный состав Немана. Мы уже обсудили все кадровые перестановки за межсезонье. Ну, Зубович наверняка будет играть впереди. Здесь на флангах и Рекиши, и Соловеи. В общем, есть тоже варианты и скамейка запасных. Легчили, на котором ты уже говорил, Сергей, да, в центре поля располагался, по крайней мере, в кубке вместе с Хачатуряном. Ну, и линия завщиты, мы, наверное, здесь подметим, отметим то, что она тоже сыграна, да, равно как и костяк удалось сохранить на берегах Немана. Это очень важно, очень важно в плане нынешнего сезона. То есть пять человек линии обороны, они те же самые, только Сулима добавился и Хачатурян, если из семи человек брать пять человек, это те же самые прошлогодние. Это очень здорово. Но единственное, что, конечно, посмотрим, в каком состоянии там пришли нападающие из Латвии, там все. Пока Зубович там, я вне конкуренции. Если, не дай бог, что-то, вот то же самое, что про Гомель. Как будут команды играть, когда будут рамы? Слава богу, в прошлом году Ваня Денисеевич, когда сломался, ГСМ, который забивает один раз пятилетку, значит, он тут стал сыпать эти голы, и притом такие, что, ну, вот, пожалуйста, тебе. Значит, ну, посмотрим. Чуточку подробнее. На двух игроках Немана мы остановимся. После того, как послушаем Сергея Солодовникова, он говорил о своей команде после победного матча над Батте. Ну, прежде всего, хотел бы всех поздравить с наступившим уже футбольным сезоном. Что касается матчей, я думаю, что это был матч, такой матч боевой, настоящий кубковый матч. И такие матчи, они, мне кажется, украсили бы любой финал. Что касается, на самом деле, нам попался самый сильный соперник, и мы искали счастье, и, наверное, в таких матчах побеждает в большей степени тот, кто больше хотел. И больше настойчив, больше агрессивен, больше хотел победить. Поэтому, мне кажется, в этом компоненте мы превзошли. И я считаю, что победа заслуженная, хотя, на самом деле, для того, чтобы выигрывать у Батте несколько матчей, то, значит, команда чего-то стоит. Поэтому, считаю, победа заслуженная, хотя есть много моментов, над которыми нам еще работать надо. Ну, мнение Сергея Сладовникова, я отмечу, что на пресс-конференции после матча он был спокоен, да, и это уже воспринимается победа над Батте как закономерность. Это я такой хочу подметить пункт, и, наверное, немножко закругляя разговор о торпедо Гомеле и Немане, выскажу следующую мысль о том, что для того, чтобы им забраться на пьедестал, нужно стать устойчивее психологически. Вот командам этим не хватает, да, чтобы бороться с «Шахтером», с «Минским Динамо», которые привыкли себя чувствовать фаворитом. Людий Сеонович, есть такой момент для этих коллективов именно? Я другое скажу. Для того, чтобы забраться им на пьедестал, у них должен быть, по крайней мере, нападающий, что в одной, что второй, третьей команде, который будет забивать 15-20 голов. Вот тогда они зайдут на пьедестал. Они здорово играют команда. Но вот таких ярко выраженных, тот же Зубович, да, он забивает 5-6, но это недостаточно. Это должен забивать полузащитник. Тот же самый Близнюк, но он забивает свои лучшие годы, забивал, играет чисто в нападающем. Он сейчас под нападающими играет. Для этого он нужен нападающий. Что в одной, что в второй, что в третьей команде. Сергей, тема Павла Савицкого, она из года в год кочует. Что думаешь по этому поводу, что думаешь об этом игроке и каким для него будет сезон в Немане и, в принципе, в карьере? Ну, я уже давно считаю, что ему надо было уезжать, и даже не сегодня, а вчера. Есть ощущение, что он не то чтобы остановился в росте, а то, что расти ему нужно уже в другом месте. И вот я думаю, что летом ему нужно обязательно уезжать. И, естественно, в эти полгода до лета ему надо играть. Ему надо показывать все, что он может показать. Ему надо играть все. Он должен быть самым мотивированным игроком в Немане сегодня. Да, но вот по прошлому году немножко меньше стало разговоров относительно Павла Савицкого. По одной простой причине он был вроде как не столь интересен и результативен в атаке. И Сергей Сладонников это объяснил, потому что работает над другими элементами и в том числе помогает в защите. То есть немножко взрослеть. Он был все еще востребован во всех сборных. Хорошо, что он еще за женскую сборную не играл. Потому что в этом возрасте для него это уже запредельная нагрузка. Он действительно на протяжении нескольких лет, не одного года, двух-трех последних, играет за все сборные просто. Это чересчур сложно. А это не только физически, это психологически. Это выхолощивает человек. Это просто восстановление. Не зря Сладонник в прошлом году ей говорил, давайте пусть он хоть чуть-чуть отдохнет. И в принципе с 16, 17, 18 лет он уже привычен решать задачи команды. А не, может, цинично произучить, а не свои задачи, свои задачи развития и так далее. То есть он уже играет взрослый футбол, хотя его еще нужно учить и работать с ним индивидуально. Людус Иванович, расскажите нам, успеет ли и сможет ли восстановиться Иван Денисович после вот этого большого промежутка после травм? Да, он уже вот этой игре уже показал, что он уже нормально в порядке. Я уже не знаю, когда мы говорили про сапоги военные. Он вообще играл. В 2007 году с армии приходил, его отпускал командир. Он играл игру и опять уходил. И вот так он играл. У него просто потрясающее здоровье. Вы не поверите, ну, он просто вот он здоровье, это вроде не скажешь, да, но просто здоровье. Я думаю, что Иван отыграет сезон очень здоровье. Я удивляюсь, что он не уехал из Беларуси, потому что он был момент, когда он уже мне казалось, что он перерос уровень чемпионата Беларуси. Сто процентов. Скрытые его пасы, умение играть, скажем, на команду, даже ущерб. Это вот он сам не хочет забивать. То есть если есть возможность забить или отдать, он отдаст. Это как Саша Глеб в этом плане. То есть он до мозга костей игрок командный. Я думаю, что с ним все будет нормально. Я бы вот хотел добавить, что вот последний пас, когда Денисович, наверное, на ощупенности никто не дает. После отъезда Глеба. Потом он скрытый пас дает настолько, вот даже сейчас, в этом моменте, посмотрел туда пас и великолепно играет. Пока мы будем смотреть, какие соперники на стартовом отрезке чемпионата выпали Неману. Сергей, хочу тебя спросить, ты уже обмолвился о том, что Неман такой явный кандидат для участия в Еврокубках путем розыгрыша Кубка страны. Об основном немножко так развернуто. Ну, это простая кубковая арифметика. И для того, чтобы Неману попасть в Еврокубки, ему нужно либо самому выиграть кубок, либо чтобы этот кубок выбрал Шахтер. Потому что тогда он попадет по праву команды, занявший четвертое место. Просто с точки зрения теории вероятности, шансы наибольшие у него. Но и среди всех оставшихся команд в розыгрыше Кубка Белоруссии у Неману больше потенциал на фоне, допустим, Минска. Хотя мы теоретически все это рассуждаем. Прошлый сезон показал, что Минск может тоже доходить до раунда плей-офф. В прошлом году Минск вообще сотворил чудо. Когда я сказал, что бельгийцев не пройдет, так мне чуть ли не камнями забросали. Как это ты не патриот? Ну, говорю, какой патриот? Если не мог. А приори не могут пройти. Они прошли шотландцев. Я знаю шотландские уровни. Я ездил в Шотландию, смотрел много игр. Они прошли это за предел. Поверьте мне, нашего игрока хоть одного отправить в чемпионат Шотландии, навряд ли кто-то пробьется еще. Потому что там футбол совсем другой. Там просто силовой смесь футбола с регби. Там лупятся просто. Ну что ж, мы сегодня обсудили трех представителей сильнейшего дивизиона. Осталась у нас встреча в пятницу. Пожелаем, опять же, и Неману, и Гомелю, Жозинскому Торпедо удачи в этом сезоне. Ну и, как говорится, всем игрокам, чтобы их миновали травмы. Это, наверное, самое важное. У нас еще есть экспертное мнение по поводу Гродницкой команды. И несколько напустных слов от наших экспертов сегодня тоже совсем скоро услышим. Неману удалось сохранить состав. Да, за исключением, я думаю, что существенная потеря СМЭ выздоравливает Ваня Денисеевич. Я думаю, что Неман и Жодина вяжутся в борьбу за медали. Я знаю очень хорошо Сергея Солодовника много-много лет. И знаю его уровень. И как специалист, я думаю, что это один из тех тренеров, которые действительно много знают в футболе. И сам поиграл, и поработал много лет уже на всех уровнях. И умеет создавать команду. И тем более в Гродно всегда такая обстановка. Там команда не имеет права дома проигрывать. Там и болельщики любят, и ходят на стадион. Ну и в завершении нашего сегодняшнего общения хочется спросить у вас, закончить на позитивной ноте. Скажите, что все у нас будет в чемпионате хорошо. И что именно хорошо, вы предполагаете, будет? Знаете, каждый межсезонник приносит какие-то новости. Значит, каждый межсезонник все ждут, когда начнется быстрее чемпионат. В прошлом году все ждали, как это там Динамо должно составить конкуренцию. Ну, не получилось немножко, значит. В прошлом году все ждали, когда же наконец-то Шахтер станет чемпионом. Не получилось. Вот это футбол и прекрасен. В этом году все сейчас ждут уже, глядя на составы. Ах, Гомель должен там быть перезарк или что-то. Ну, это футбол. Всякое может быть. Потом я приглашаю всех ходить не на стадион, а не только у телевизора смотреть. Я думаю, что в этом году чемпионат станет интереснее. Сергей, журналистские позиции, что отметишь? Мне кажется, что от этих трех команд, о которых мы сегодня говорили, зависит очень много для всего чемпионата. Как они себя проявят, такой у нас будет чемпионат. Потому что у нас есть три записных фаворита. Это Шахтер, Баты и Динамо. И есть три команды, которые могут им составить конкуренцию. Если у одной, двух, а лучше у всех трех это получится, то мы можем получить лучший чемпионат за последний лет. И еще две команды, которые могут попортить всем кровь. Это Минск и Белщина. Которые могут побороться за шестерку и исправить свое прошлогоднее положение. Сергей Кайков, футбольный обозреватель газеты «Присбол». Людус Румбутис сегодня обсуждали судьбу, по большому счету, сразу трех представителей высшей лиги. Я так громко сказал. Не судьбу, нет. Шансы. Да, шансы в чемпионате страны. Немана, Жодзинского торпеда и Гомеля. Спасибо за беседу. Спасибо, что заглянули к вам в студию. Я же уже начинаю анонсировать о том, что в этом году программа «Время футбола» изменит свой формат. Мы будем выходить по понедельникам. Очень много туров в чемпионате Беларуси выпадает на выходные. Так что по горячим следам будем обсуждать все матчи, смотреть все голы. И значимые события также будут в центре нашего внимания. Так что завтра мы будем говорить о призовой тройке прошлогоднего года. В понедельник, 31 марта, уже подводите итоги первого тура. Смотрите «Футбол» на телеканале «Беларусь-5». Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok